Каждый день человек для передвижения использует общественный транспорт. В руках перевозчиков буквально жизни и здоровья десятков пассажиров. Однако всё это отходит на второй план, когда дело касается прибыли. В этом убедились дорожные полицейские, которые провели масштабную операцию перевозчик. За один день они проверили более 200 автобусов и маршруток. Итог – 73 собранных материала для административных дел и минус один перевозчик на линии. Больше всего нарушения инспекторы выявили в Саранске. – 8.33, коммунистическая, всё снято на камеру, мы за вами ехали и смотрели. Но водитель 16 маршрута то ли запамятовал, то ли пытался инспекторов обмануть. Сотрудники ГИБДД показали ему фрагмент записи, где запечатлён факт нарушения. Мужчина извинился и смирился с административным протоколом. Его коллега из другой маршрутки убеждал сотрудников ДПС, что в конструкции его ТС не предусмотрено ремня безопасности для передних пассажиров. Аргументы приводил, но одержать победу в споре не удалось. – А вы знаете, что у вас нет ремня ещё одного для пассажиров? – Всегда один должен любить ремень на двоих. – Ну как же один? – Один человек сел на первую, а второй сел на вторую. – Ну подождите. – А я-то не знаю, для чего поставлю вот это. Даже не знаю. – Ну а у вас вообще люди-то пристёгиваются? – Ну конечно, как? – Всегда пристёгиваются? – Да, да, если два человека сядут, да, вот так они просто стёгиваются, вот так. – Он даже не достаёт, смотрите. – Камни даст, подождите, вот. – А ещё учитывайте объём каждого человека. – О, да чё ты? – Дышь, всё. – О, смотри. – Так совпало, что в момент конфликтной ситуации мимо двигалась точно такая же модель маршрутки. Инспекторы остановили её и на примере показали, как должно быть в идеале. – У вас вот, на болтарке есть ремень, его сняли. Либо он сломался у вас, либо что? – Где? – Вот. – Вопрос, зачем возникает? – Ну и вишенка на торте – это нарушение водителями правила расположения ТС на проезжей части дороги. Водитель 37-й «Газели» показал хороший пример, как делать не нужно. Остановили перевозчика на конечной остановке. Водитель был недоволен и возмущён. И защищал не жизни пассажиров, а свой кошелёк. – Там много было возможностей для того, чтобы переустроиться. Просто вы не стали вставать в ту полосу, влевую. Вы просто выехали впереди всех. – Ну давайте скажите, с людей будем оспаривать, и всё. За прошлый год, по данным ГИБДД, в Мордовии произошли 26 автоаварий по вине водителей пассажирского транспорта. Двое человек в них погибли, и 27 получили различные травмы. Эта тема не теряет актуальности и сейчас. Только в январе были зарегистрированы 4 ДТП, в которых один погиб и трое ранены. Анастасия Семышева, программа «Происшествие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова